Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего доклада «Экспериментальное моделирование и исследование принципов быстрого классификационного обучения в системах биологического интеллекта». За последние десятилетия достигнуты существенные успехи в области искусственного интеллекта, в то же время некоторые когнитивные процессы, которые происходят в биологических системах, в том числе быстрое классификационное обучение, полноценно искусственным нейронным сетям пока недоступно. Для классификации объектов искусственным нейронным сетям требуется достаточно больших ресурсов, в то время как биологические системы справляются с ним практически мгновенно. Категоризация — это когнитивный процесс, происходящий в биологических системах и позволяющий воспринимать схожие, но не идентичные объекты как эквивалентные. В настоящее время известно, что животные разных таксонов способны к формированию разного типа категорий. В том числе подробно изучена категоризация у птиц. Известно, что ведущая сенсорная система у птиц является зрительной. Во-первых, они способны хорошо различать цвета, а во-вторых, они способны к формированию сложного типа категорий, которые представлены на слайде. Однако во время такого обучения формирования категорий требуется достаточно продолжительное ознакомление со структурой задачи. Это занимает меньше ресурсов по сравнению с искусственными нейронными сетями, но требует длительного обучения. Целью данной работы была разработка экспериментальных подходов для выяснения универсальных закономерностей классификационного обучения у различных биологических организмов и исследования отличительных нервных механизмов данного обучения. Задачей первого года было разработать модель для исследования зрительного классификационного обучения у новорожденных цыплят и адаптировать разработанную модель классификационного обучения для исследования у других видов. За основу была взята модель быстрого зрительного категоризационного обучения у цыплят модель бусеничного пола. Она основана на врожденной склонности птиц к проявлению специфического исследовательского поведения, клеванию мелких объектов и запоминанию их характеристик. В качестве модельного объекта были выбраны новорожденные цыплята, известные своей способностью, во-первых, к быстрому зрительному научению, а во-вторых, к способности запоминания характеристик. В модели цыпленка помещали в экспериментальную камеру, на полу которой были приклеены разноцветные бусины. Во время обучения цыпленка помещали в экспериментальную камеру, на полу которой были приклеены бусины и рассыпан корм. Цыпленку давали совершить 80 клевков через 24 часа, его вновь тестировали на другом бусеничном полу или на том же, давая совершить ему 60 клевков. На этом и всех последующих графиках на апсис будет отложено блоки по 20 клевков, а на оси ординат число ошибок в каждом из этих блоков. Снижение числа ошибок от первого блока к последнему и поддержание достаточно низкого уровня ошибок при тестировании свидетельствует о формировании категории несъедобных объектов бусин и отнесения к этой категории всех бусин, находящихся в камере. В первом эксперименте мы исследовали влияние предобучения на последующее зрительное категоризационное обучение у цыплят. Для этого цыпленка помещали в экспериментальную камеру на полу, у которой был рассыпан корм и давали совершить ему 80 клевков. Через 24 часа цыпленка вновь помещали в экспериментальную камеру на полу, у которой был бусинничный пол с кормом и давали вновь совершить ему 80 клевков. Цыплята контрольной группы, с которой сравнивали вот этих цыплят, обучались по стандартной схеме без предобучения с бусинничным полом и кормом. Сравнение числа ошибок между группами, которые обучались с предобучением и без него, не выявило никаких различий. Таким образом, предобучение без бусин не влияло на последующий процесс формирования категории бусин как несъедобных объектов. Далее мы выясняли, какое обучение минимально необходимо для формирования зрительных категорий. Для этого сравнивали 4 группы птиц, которые совершали 5, 10 или 20 клевков по бусинам в отсутствии корма. Контрольная группа, 4, обучалась по стандартной схеме с бусинничным полом и кормом и тестировалась на нем же. Во время такого обучения происходило формирование зрительной категории и формирование категориальной памяти. Формирование категории возможно при отсутствии положительного подкрепления, то есть без корма, и минимальном количестве проб 5 клевков. И увеличение числа проб снижает количество ошибок при тестировании. Анализ групп, совершавших 20, 10 и 5 клевков, показывает, что большинство птиц, относящихся к категории, относящиеся к группе, совершавшей 20 клевков, формируют зрительные категории, в то время как птицы, относящиеся к категории, к группе, совершавших 5 клевков или 10 клевков, справляются с этой задачей частично. Далее мы исследовали способность цыплят объединять в одну категорию объекты разного размера. Для этого мы использовали три типа бусин, маленькие, средние и большие бусины. Цыплята экспериментальных групп обучались на полу, содержащим один размер бусин, и тестировались на полу, содержащим другой размер бусин. Цыплята контрольных групп обучались и тестировались на полу, содержащим один размер бусин. При анализе было показано, что цыплята, которые обучались на полу, содержащим большие бусины, и тестировались на полу, содержащими маленькие бусины, способны к включению в сформированную категорию бусин более мелкого размера. Однако в обратной ситуации, когда цыплята обучались на полу с мелкими бусинами и тестировались на полу с большими бусинами, этого не происходило. Таким образом, цыплята способны отнести к сформированной категории объекта меньшего, но не большего размера. Далее мы исследовали способность цыплята к формированию и отнесению к сформированной категории объектов новой формы. Для этого во время обучения мы использовали бусиничный пол, на котором были приклеены бусины, а через 24 часа тестировали на полу, на котором были приклеены трубочки. И было показано, что в случае перенесения категории с бусин на трубочки, цыплята не могли отнести к сформированной категории объекты новой формы, ни бусинки, ни трубочки. Таким образом, отнесение объектов новой формы к сформированной ранее категории не происходило. Далее мы исследовали способность цыплят к включению в сформированную категорию объектов нового цвета. Для этого во время обучения мы использовали бусиничный пол, содержащий 6 цветов бусин, а во время тестирования использовали тот же бусиничный пол с 6 цветами, но с добавлением одного нового цвета. Цыплята контрольных групп обучались и тестировались на полу с одинаковым количеством цветов и количеством бусин. Как видно на графике, поведение цыплят контрольных и экспериментальных групп не отличалось. Далее мы задачу усложнили и во время обучения мы использовали пол, содержащий 6 цветов бусин, а во время тестирования мы использовали бусиничный пол, содержащий также 6 цветов бусин, но отличающихся полностью от исходного. И также цыплята экспериментальных групп не отличались от цыплят контрольных групп, то есть цыплята способны к включению в сформированную категорию объектов, отличающихся по цвету. Далее мы исследовали способность цыплят к формированию одновременно двух категорий. Для этого во время обучения мы давали им незнакомый для них корм для экспериментальных групп. Контрольная группа училась на бусиничном полу с знакомым кормом. Как видно на графике, во время первого блока обучения цыплята, которые учились с незнакомым кормом, отличались от цыплят, которые учились со знакомым кормом. Однако уже к концу обучения эти группы между собой не отличались. Таким образом, цыплята способны к одновременному формированию двух категорий, но такое обучение происходит медленнее, чем формирование одной категории. Далее мы провели эксперименты на взрослых певчих птицах, на зебровых амодинах. Они являются лабораторным объектом, хорошо изученным в биологии. Во время предобучения мы помещали в их домашнюю клетку прозрачный пол с кормом. Затем через 72 часа мы проводили обучение, и через 90 минут мы проводили тестирование. Во время тестирования мы использовали три типа бусиничных полов, отличающиеся другим цветом или другим размером бусин. Было показано, что амодины способны к формированию зрительных категорий в нашей адаптированной модели быстрого зрительного категории. В отличие от цыплят они способны к формированию и отнесению к сформированной категории объектов не только нового цвета, но и нового размера. Таким образом, была разработана модель быстрой зрительной категоризации для обучения птиц разных видов. Цыплята способны быстро формировать новые зрительные категории и включать в них объекты, отличающиеся по одному из ключевых признаков цвету. Необходимым и достаточным условием формирования зрительной категории в данной модели является совершение определенного количества ошибочных проб. При обучении только с кормом не влияло на последующую скорость и успешность формирования зрительной категории. Взрослые певчие птицы способны быстро формировать новые зрительные категории и включать в них объекты, отличающиеся по цвету и размеру. Я бы хотела выразить благодарность фонду за финансирование данного проекта своим коллегам и научному руководителю. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, к Екатерине будут вопросы какие-то? Я скажу честно, я ничего не знаю про обучение птиц, поэтому у меня такой вопрос. То есть вот церквиат тестировали через сутки, а певчих через полтора часа. А почему такая большая разница, с чем это связано? Это связано с этическими нормами, поскольку после этого обучения и тестирования у зебровых М1 извлекали мозг для последующего анализа, то эти временные промежутки связаны именно с тем, что необходимо определенное время, которое прошло с момента обучения. А в отношении того, можно ли сравнивать 90 минут и 24 часа, поскольку это долгосрочная память, то у птиц через 90 минут память уже белок зависимая, точно так же, как у цыплят, поэтому такое сравнение возможно. Но это классический прием, который используется в случае участия в эксперименте таких представителей, как зебровая М1 и прочих певчих птиц, для которых этические нормы несколько иные, нежели для цыплят. Спасибо, очень интересная и изящная работа. У меня чисто технические вопросы. У вас в серии экспериментов, когда вы меняли бусины, цвет, размер, форму, корм оставался одинаковым? Да, корм оставался одинаковым. А можно ли в этом случае говорить, что они запоминают бусины, а не запоминают корм? Может быть, им совершенно все равно, что валяется на полу, если они научились искать корм? Может быть, они ищут именно корм? Дело в том, что здесь, почему так много контрольных, каждый раз использовались новые цыплята. Это не те цыплята, которые научились сначала формировать категорию цвета, потом формировать категорию размера, потом формировать категорию, две категории и так далее. Это каждый раз было много поставок. Все равно в каждой паре этих экспериментов они могли запомнить именно корм, а не фон, не шум вокруг. Именно поэтому вначале мы провели эксперимент с предобучением. То есть они учились, по сути, предобучались клевать только корм, потом они клевали бусины. Как видите, группа, которая предобучалась на корме, она не отличается по поведению от группы, которая училась без предобучения. Если бы они действительно запоминали, что нужно клевать только корм, то тогда группа, которая была бы с предобучением, здесь бы клевала только корм, а не бусины. Понятно, да. И второй вопрос. Значит, у вас бусины были регулярно расположены в виде сетки, а корм хаотично набросан. А не было ли вариантов экспериментов, когда и бусины были хаотично разброшены? Я совершенно не знаком с обучением птиц, но я знаю точно, что есть много работ про насекомых, в которых взаимное расположение частей какого-то рисунка часто оказывается гораздо важнее, чем цвет или форма отдельных частей. Что их восприятие целой картиной оказывается гораздо сложнее, чем нам кажется, даже у насекомых. Может быть, если бы у вас был бы вариант, когда бусины как-то хаотично разбросаны, а корм при этом выложен по сеточке, может быть, была бы другая картина? Нет, мы располагали бусины в строго определенном порядке, как это показано на схемах. Вот, хаотично мы не располагали. А вы покажите картинку с цыплятами сверху и снизу, которую вы вначале показывали. Вот видите, вы имеете? Еще, еще надо. Где вы показываете двух цыплят? Вот, да. Вот здесь это гравийный пол, другая модель. Это те же самые декономенные. Здесь, как вы видите, вот граммовое гравие. Ну да, тут они случайно рассыпаны, да. Случайно, там тоже что-то. Тоже что? Класс, здорово, спасибо. Спасибо большое, Екатерина, спасибо большое за ваше выступление. У меня есть личный вопрос, вопрос из чата. За личный вопрос я, наверное, заранее немножко извиняюсь. Мне просто очень интересно, поскольку я видела все эти чеки на птиц, мне было очень интересно, что вы делали с амодинами и с цыплятами. И вот мне просто по-человечески очень любопытно, чем обусловлено и в чем заключается вот эта вот этическая разница между экспериментами над цыплятами и над взрослыми певчими птицами. Это довольно сложная тема для обсуждения, поскольку цыплята, ну, есть определенные фермы, где инкубаторы, этот процесс поставлен на поток, и поэтому проблем в покупке больших партий цыплят, он не вызывает никаких трудностей. В отношении амодин это достаточно сложный процесс, который требует птицами высиживания яиц, то есть их инкубирования, также вылупления. Потом взрослые амодины — это птицы, которым уже исполнился год, то есть до этого они еще год должны были содержаться, их где-то кормить, а цыплят — это третий день их жизни. Вот, поэтому с этим связана, ну, такая небольшая разница в этическом вопросе, точно так же, как, допустим, с врановыми птицами, вот, или, например, что касается экспериментов с высшими приматами. Там тоже достаточно серьезные требования к этическим нормам, поэтому стараются каким-то образом адаптировать эксперимент так, чтобы постараться от животных, прежде чем извлечь мозг или произвести какие-то манипуляции, получить как можно больше и поведенческих данных, и других. А чем обусловлен выбор именно певчих птиц? Поскольку мы планировали адаптировать модель для цыплят новорожденных и для взрослых птиц, в качестве взрослых птиц просто были выбраны вот амодины как представители певчих. Ну, там еще нейробиология очень хорошая, организация нейронных сетей, московых центров, отвечающих за обучение. И именно из-за того, что они певчие птицы, существует сотни работ по нейроанатомии, нейрофизиологии, связанных с тем, что люди интересуются тем, как осваивается песня, что является аналогом детского обучения языку. И сделано много базовых уже исследований, которые нам позволят на следующем периоде репчатуры наложить, вот, как я говорила, что взят мозг от этих животных, то, что происходит в мозге на уже имеющиеся, наверное, анатомические, нейрофизиологические данные. Для этого мы... Поняла, спасибо, жутко интересно, правда. И у меня вопрос из чата от Ардура Залевского. Учитываете ли вы особенности цветового зрения птиц для подбора цветовой палитры бусин? Насколько равномерное отличие между цветами, использованных бусин в цветовом пространстве птиц? Да, мы учитываем, известно, что у некоторых птиц есть какие-то цветовые предпочтения, и мы действительно старались избегать тех цветов, которые являются врожденными гиперстимулами для птиц. Ну, то есть, допустим, использование большого вариации в случае цыплят желтых цветов или белых цветов, которые в процессе разных эволюционных механизмов так или иначе играют большую роль в их последующей жизни. Поэтому, да, мы старались адаптировать, в зависимости от каждого исследуемого экспериментального вида, особенность цветов. Но, естественно, мы оценивали количество цветов, которые мы в итоге использовали на бусинчном полу. Поэтому, да, это мы оценивали. Понятно.